Перезагрузка рынка зерна. Будущее строим вместе. Под таким девизом в Саратове прошел международный форум «Приволжское и Прикаспийское зерно». Участие в форуме принимает более 200 представителей компаний из 10 стран. Его главная цель – развитие экономических связей России с крупнейшими странами-партнерами на международном рынке зерна. Для нас это хороший старт сегодня. Вот такие форумы, масштабные форумы должны проводиться на территории Саратовской области и раскрывать и ресурсы, и возможности нашей Саратовской области. Несмотря на засуху, регион полностью обеспечил себя зерном для внутреннего употребления. Об этом в своем выступлении рассказал министр сельского хозяйства. Вдобавок, область готова поставить на рынке 700 тысяч тонн зерновых культур. Для внутреннего употребления в области необходимо 1 620 000 тонн зерна. По медицинским нормам до продовольствия необходимо 410 000 тонн. То есть потребность области в подростковом зерне превышает 2 раза. Глава Аграрного комитета Госдумы Николай Панков еще раз напомнил о том, что наша страна вступила в ВТО. Проведение же подобных форумов очень важно как для России, так и для области. Это дополнительные инвестиции, это дополнительные заключенные контракты и это в любом случае положительно скажется на экономике Саратовской области и в целом Российской Федерации. Многие из представителей международных компаний уже на церемонии открытия заявили, мы приехали, чтобы заключить контракты на поставки зерна. Саратовская область одна из передовых в сельском хозяйстве России. Мы собираемся в ближайшее время провести несколько сделок. В частности нас интересует местная пшеница, кукуруза и нут. В рамках форума планируется провести несколько круглых столов, а также презентации отечественных и зарубежных компаний. Сергей Пономарев, Вадим Лысов, Ярослав Каитко. Вести. Саратов.